Одно место от Библии. Немного напомню о том, о чем я уже говорил. Потому что в принципе у нас две недели была подготовка к трапезе. И было время для того, чтобы исповедовать свои грехи. Признаться друг перед другом в прослушках своих, как говорит Писание. Очистить свою совесть. Через общение во Святом Духе. Через общение со святыми. Слава Богу, что у нас развиваются таки домашни группы, молодежная группа. Все больше и больше народ входит в такое здоровое общение. Вословие. Как врач хочу напомнить. Я говорил эту мысль. Не так давно ученые провели эксперимент. Не так давно ученицы направили эксперимент. Например, что касается холестерина. Раньше считалось, что на холестерин влияет пища. Слишком жирная пища. Или слишком пережаренная. Или может быть испыржена храна. Но сейчас уже установили, что на холестерин в большей степени влияет стресс. Холестерина больше влияет от стресса. Если человек находится под стрессом. Ако человек се намира в стресс. Его холестерин будет расти. Холестерин может подскачать. Сахар может расти от стресса. Сахарта может подскачать от стресса. Но вот недавно эксперименты привели к тому, что проведили эксперименты над кровью. Имаше эксперименти над кровью на человека. В лабораторных условиях. Брали кровь человека. Сързимали кровь от человека. И исследовали ее. И решили попробовать, как кровь влияет на психоэмоциональные факторы. Наблюдали за кровью. И просили человека представить что-то очень неприятное. Какие-то воспоминания его. Что его что-то напугало. Или самые неприятные переживания в его жизни. И человек это вспоминал, представлял. И когда смотрели на кровь. Они видели, что фагоциты. То есть те клетки, которые предназначены для того, чтобы убивать инфекцию. Бактериофаги. Убивать бактерии. Текилеры клетки. Лейкоциты, лимфоциты. Они как бы во время стресса замирают. И перестают выполнять свою функцию. И человек заболевает инфекции. И човека се разболява от инфекции. От най-елиментарните инфекции. Когда человеке просили, вспомни, что-то очень хорошее, очень приятное. И когда человеке го молят да се вспомни за нечто много приятное. Когда он был максимально счастливым человеком. Когато е бил най-щастлив. В тези моменти изведнъж фагоциты просыпались. Фагоцитите се събуждат. Как будто бы просыпались. Все едно се събуждат. И начинали функционировать. Текилеры. Лимфоциты, лейкоциты. Начинали активно поедать вирус. Започват активно да изяждат вируса. Или любую бактерию, которая была в этом теле. Или всякакви други бактерии, които се намерят в тялото. Но знаете в чем был феномен? Феномен заключался в том, что кровь была дистанцирована. То есть капельку крови взяли у человека. И следовали ее в лаборатории. А человек находился в другом месте. В этом был феномен. И его капелька крови реагировала на эмоции человека, который находился, может быть далеко. И тази капелька крови реагировала на эмоции человека, который се намира далеко. Это определенная биофизика и биохимия. Которая в последнее время очень активно открывают ученые. И объяснить они это вообще никак не могут. Понимаете, да? Это очень тонкая материя. И вы знаете, вот Господь нам заповедовал принимать пресный хлеб. Красное вино. И сказал нам, что это тело Господь. И что это его кровь. И что это его кровь. И что принимая это. И что приемайки това. Мы причищаем се. Ние се причистваме. Становим се часть его тела. Ставаме часть от него тела. Амываем се еще и еще раз. И его драгоценная кровь. И его кровь умывает нас. И неговата кровь не умива. В този момент. От всякого греха. От всякий грех. Но вы знаете, здесь где феномен? И къде феноменът тук? Сегодня последнее время очень часто звучит такая теория. Напоследок много пъти чувам тази теория. Аутоимунных заболеваний. За аутоимунни заболевания. Я хочу сказать так, что практически все заболевания. Искам да кажа, че почти всички болести. Доктора современные называют аутоимунными заболеваниями. Что происходит вообще? Люди очень много поедают химии. Емульгаторы, красители. Еда стала практически вся химическая. Геномодифицирована. И она мешает, можно так сказать, смешивает геном человека. И тя смесва гена на човека. Молодые люди, уже подростки, уже маленькие дети. И младите хора, младежи и деца. Болеют теми заболеваниями. Се разболяват от такива болести. Которами раньше дети вообще не болели. Които преди деца изобщо не са имали. Очень много применяется антибиотиков. Много се приемат антибиотици. Которые параллельно с тем, что убивают инфекцията. Които освен, че убивают инфекцията. Убивают еще и что? Убивают какво? Убивают здорово иммунно система. Убивают здравата иммунна система. Имунна система просто сходит с ума. И иммунната система просто се побърква. И начинает поедать свое собственное тело. И започва да изяжда собственото си тяло. Поража свои собственные клетки. Да поразява клетките си. Вы слышали про эту теорию? Чували ли сте за тази теория? Аутоимунни заболявания. Аутоимунни заболявания. Знаете, что происходит с верующими людьми? И какво става с верующими людьми? Когато верующий человек получал рождение от свише. Начал читать Слово Божие. Започва да чите Божието Слово. Он питает свое внутреннее от духовного человека. Той подхранва вътрешния си духовен човек. Призван, по крайней мере, питается. Призван е да го прави. Каждодневно духовно пища. Всеки ден чрез духовна храна. Откровение. Чрез откровение. Слово Божие. Чрез Божието Слово. Божия хвала. Чрез Божията хвала. Общение среди Божих детей. Чрез общение с Божи деца. И вътрешния духовния човек той се издига. Его духовни глаза открываются. Духовните уши се отварят. Духовните уши се отварят. Он начинает видеть те вещи, которые раньше не замечав. И той започва да вижда неща, които преди не е виждал. Он начинает слышать. Започва да чува. Это слова Иисус Христа. И това са думите на Иисус. И не знаешь откуда эти слова приходят. И никуда эти слова уходят. И къде отиват. И говорит Иисус Христос. Иисус Христос казва. Така става с всеки. Рожденным свыше. Което е рождан от свыше. Мы начинаем слышать. Ни започваме да чуваме. Тихи голос. Тихия глас. Святого духа. На светия дух. Который ведет нас. Който ни води. В небесное царство. В небесното царство. И если не изращивайся во внутреннего человека. И ако не изграждаме този вътрешен човек. Он умира от голода. Той умира от глад. Еще не успев возрасти. Без да успе и да израсне. И это очень печальная картина. И това е много тъжна гледка. И еще. Более печальная картина. И още по-тъжна гледка. Когато мы начинаем духовно зрелого человека. Когато започваме духовно зрел човек. Кормить с каким-то ветроучением. Да го храним с някакво ветроучение. Ложными учениями. С лъжовни учения. Учения, которые не соответствуют Слово Божие. Учения, которые не соответствуют на Божието Слово. Которые нас убивают. Което не убива. Как духовных людей. Като духовни хора. Какая-то ереси, какая-то лоши. Някаква ереси или лъжа. Когато греха го наричаме святост. Когато святостта я приемаме за грех. Когато бялото го наричаме черно. И когато черното го наричаме бяло. Смешение понятия. Понимаете о чом я говорю? Разбирате ли за какво говоря? И тогава в същността на вътрешний духовен човек. Влиза чужда клетка. Рождаются чужды клетки. Се рождат чужды клетки. Человек начинает духовно заболевать. Человек започва духовно да се разболява. И когда он принимает кровь Господня. Искам да вам сказать. Включается аутоимунная реакция. Имунная система крови Иисус Христа. Имунната система на кръвта на Иисус Христос. Реагира на все то, что к нему не относится. Реагира на всичко това, което не се отнася до нея. И начинает поражать все то, что относится ко греху. Ко лжи. И ко всякой ереси. Я прочитаю сейчас это место. И вы все поймете сами. Это знаменитое место первого послания Коринфина. Одиннадцатая глава. С двадцать третьего стиха. С двадцать третьего стиха. На проекторе чуть позже будет перевод. Первое послание Коринфина 11-23. Немножко подождем. Будет перевод? Первое послание Коринфина 11-23. Я начну читать. А, и Аня пока будет переводить. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб. За что-то аз от Господа приех това, което ви предадо. Хочи Господу Иисус признашта, куга то беше предаден, взе хлеб. И возблагодарив, преломил и сказал, Примите, едите сие из тела мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечерии сказал, сие чаша, есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. То есть воспоминание о том, что сделал для каждого из нас Иисус Христос. То есть кату воспоминание за това, което я направил Иисус Христос за все, какие единуют нас. А что Он сделал? Какво я направил? Он умер за наши грехи. То я умрял за грех убедения. Он пострадал вместо нас. То есть осуждены должны быть мы. То есть трябаши нии да смеусыдени. И претерпеть наказание должны быть мы. И трябаши нии да истерпим всички наказания. Но Он все это забрал на себя. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сие и пьете чашу сию смерть, Господне возвещаете, доколе Он придет. Посему кто будет есть хлеб сие или пить чашу Господне недостойно, виновен будет против тела и крови Господне. Да испытывай же себя человек и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сие. Мы сами призваны судить себя. Испытывать себя верим и достойно ли мы принимать его тело. И трябва всякий път да се испытваме сами себе си, дали сме достойни да едим от Неговото тело. Достойно ли мы принимать его кровь. Дали сме достойни да приемаме Неговата кровь. И если вы помните, в прошлый раз я говорила святость. И ако си вспомните предния път говорихме за святость. И я могу так сказать, мы никогда не будем достойны. И аз могу да кажу, че никога няма да сме достойни. Мы становимся достойными в момента на исповедание. В момента на нашето искренне покаяние. Когда мы можем смело ходить в общение святых. Когато смело можем да излезем в общение с святи. И имеем дрезновение войти во святая святых. И имаме дрезновостта да влезем в святая святых. Потому что наша совесть омылась. Защото наша совесть умита. Святою благодатью. Через свята благодать. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе. Не рассуждаете ли Господним? Оттого многие из вас немощны и больны и немало умирает. Смотрите, что Писание говорит. От трапезы Господней можно заболеть. И от трапезы Господней можно даже умереть. Писание доказывает, че от Господна трапеза может да се разболеем. И может даже и да умрем. Когда? Кога? Если ты принимаешь трапезу Господней недостойно. Не размышляя о том, что это святая кровь. Без да си замисляешь за то, что това е свята кровь. И что это святое тело. И что това е свято тело. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Посему братья мои, собираясь на вечере друг друга ждите. А если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение. Прочи устрою, когда приду. Трапеза Господня это не прийти в церковь и просто покушать. Или что-то. Трапеза Господня это святое. Это прийти к святому телу Господню. И да дойдем до Христовото тело. Прийти к Его святое крови. До Неговото свята кръв. И еще и еще раз омыться. И още и още веднъж да се умим. И еще раз, и еще раз освети Сы. Още веднъж да се осветим. По Его призабилущей милости. Потому что Бог так захотел. Бог так сильно возлюбил этот мир. Господь толкова силно и возлюбил свята. Что отдал Сына Своя единородна. Че отдал Единородния си Син. Дабы всяки верующие в Него. За да може всяки, който вярва в Него. Не погиб. Не да загине. Но имел жизнь вечную. А да има вечен живот. Я хотел попросить пастора Андрея. И искам да помоля пастора Андрея. Помочь мне. А, и Александр. Александр. Наш учитель.